Всем привет! Это канал ГОТОВИТЬ ПРОСТО и я, Ольга Матвей. Сегодня будем готовить домашнюю пасту Тольятели. Это вкусная домашняя лапша. Очень простой рецепт теста. Оставайтесь вместе со мной. Спонсором сегодняшнего ролика является официальный интернет-магазин техники Кенвуд. Вы меня очень давно просите, Оля, покажи, что у тебя за кухонная машина. Ну, в общем, наконец я собралась о ней немного рассказать. Вот такая у меня модель Кенвуда Шеф Титаниум. Она белая, из-за стеклянной чаши. Но, к сожалению, уже прошло очень много времени и именно такие модели уже не выпускаются. Но Кенвуд предоставила нам свою новинку. Сегодня мы рецепт будем готовить на этой кухонной машине и пару слов о ней. На данный момент это новинка, самая мощная кухонная машина из семейства Кенвуд. Посмотрите, 1700 Вт, а в моей предыдущей было 1400 Вт. Здесь есть подсветка чаши. Посмотрите, как прикольно смотрится за счет того, что она именно металлическая, а не стеклянная. Можно увидеть, что там внутри. Еще такой большой плюс, когда я работаю, можно открыть, приподнять венчик для того, чтобы досыпать какие-то продукты. И он моментально останавливается, чего не было в моей предыдущей модели. Это очень удобно. Здесь есть вот такой индикатор, как говорит мой муж, она прямо как инопланетная. И очень интересно, что сделали, чего нет в моей модели. Здесь есть плавный старт. Посмотрите, оно начинает медленно замешивать. И только потом я увеличиваю мощность. В моей же сразу начиналась вот с такой мощности. То есть, как бы разница существенная. Это очень удобно, особенно при замесе сухих продуктов типа муки. Посмотрите на стандартную комплектацию. Посмотрите, какой венчик. Ух, моща! Даже у меня в моей машине не такой. Я уже представляю, какой бисквит в ней приготовишь. Еще здесь помимо основной комплектации есть такой венчик специальный для суфле. Очень прикольно. Кого заинтересовали такие кухонные машины? Официальный магазин Kenwood сделал скидку для моих подписчиков на эту машину и на все новинки кухонных машин серии Chef Kenwood. 10 процентов. И на все дополнительные насадки 15 процентов. Обязательно под видео зайдите в сайт, перейдите, посмотрите. Потому что там есть не только такая машина, это самая мощная. Там еще есть несколько вариантов. Может быть, что-то Вам подойдет больше. Перейдите, посмотрите, почитайте. Это интересно. Тем более праздники и время дарить подарки. Оператору назовите промокод Ольга Матвей и Вы получите скидку на товар. А также действует гарантия 5 лет. У меня не было 5 лет. Поэтому это круто. Ну хорошо, начинаем готовить пасту. Начинаем готовить тесто для пасты. Мука обычная, пшеничная, высший сорт. Мука из твердых сортов или цельнозерновая мука. И также 4 яйца. Ни соли, ни масла, ничего я не добавляю. Какие же пропорции? На дно яйцо 30 грамм или 30 процентов цельнозерновой муки из твердых сортов пшеницы. И 70 грамм, 70 процентов обычной муки высшего сорта. Вот пшеничную муку, которую используем дома. Значит, 30 на 70 на одно яйцо. Я взяла 120 грамм цельнозерновой муки, потому что у меня 4 яйца. И 280 грамм обычной муки высшего сорта. Яйца не нужно взбивать в пену. Я обычно их вот так перемешиваю, можно даже ложкой. И отправляю вот сюда муку. Одну. И вторую темную. Посмотрите, она темнее такая, знаете, цельнозерновая. Но из нее получаются очень вкусные макароны и паста. Нам понадобится вот такой Г-образный венчик. Другим венчиком тесто вы не соберете. Одеваем. Сначала начинаем замешивать на самой маленькой скорости. Постепенно скорость увеличиваем, но не делайте слишком быструю. Слишком мощно взбивать не нужно. Тесто готово. Значит, в машине оно замешивается не менее 10 минут. Если вы делаете это руками, то будет дольше, потому что его нужно хорошо вымесить. Посмотрите, оно не липнет к рукам вообще. Значит, если вам кажется, а вам покажется, что оно не совсем однородное еще. Все правильно, не пугайтесь. Так должно быть. Берем пищевую пленку. Лучше, чем пакет. В пищевой пленке мне больше нравится. Заворачиваем его. Нужно убрать в холодильник от полчаса, минут сорок, до часа. В принципе, даже если вы сделаете один день, в другой день будете делать лапшу, то можно и, чтобы оно всю ночь полежало. Но я отправляю как минимум на сорок минут. Пока тесто в холодильнике, мы приготовим небольшую томатную заправку. Вообще тельятели подают с любыми мясными соусами, овощными соусами, заправками. Готовят баланье за такой классический вариант тельятели. Ну, в общем, с чем угодно, с чем хотите. Можно даже просто отварить пасту, сверху засыпать сыром и будет очень вкусно. Конечно же, в классическом варианте, если сыр, то используется парниза. Но он дорогой, поэтому вы можете изменить на любой твердый сыр. Возьмите любую зелень, несколько помидорчиков, один зубчик чеснока и кусочек сыра. Чеснок нужно мелко порезать. Я нарезаю не на чеснокодавилки, а вот так вот ножом и потом еще рублю вот так поперек ножом. Так как я буду готовить сразу только две порции, я даже весь зубчик чеснока не использую. Вот так вот где-то половину. Помидоры нужно порезать просто напополам, если они вот такие маленькие. Зелень мелко-мелко рубим. Можно использовать базилик, любой базилик будет вкусным. Если нет свежего, обязательно щепотку сушеного я сейчас достану и добавлю. И натрем сыр на мелкой терке. Конечно же, как я сказала, лучше парнизан, но возьмите любой твердый сыр, который более-менее бюджетного варианта, потому что парнизан все-таки дорогой. На сковородку наливаем немного подсолнечного или оливкового масла и разогреваем его. Чеснок, который мы порубили, отправляем на масло. Как только чеснок начал пахнуть, в общем, такой аромат от чеснока стоит, он не должен у вас сгореть. Поэтому поставьте чуть ниже среднего температуру на сковородке. Засыпаем сюда помидоры. Помидоры сейчас начнут пускать сок и немного начнут томиться. Я переворачиваю их вот так вот срезом вниз, чтобы сок больше выделился. Как только сок выделился, посмотрите, масло даже поменяло цвет. Немного мешаем помидоры, чтобы они поменяли окрас. Видите, они станут не ярко-красными, а такими бледно-оранжевыми. Начнут готовить. Минутки через две отключаем сковородку и пока отставляем ее в сторону. Я сегодня для раскатки и для нарезки тольятели нужной ширины буду использовать две насадки. Покажу, как это работает очень удобно и быстро. Если таких насадок и такой машины у вас, к сожалению, нет, я расскажу, как раскатать это обычной скалкой и нарезать ножом под линейку. Выняли тесто из холодильника. Сейчас посмотрим, что произошло в холодильнике за целых 40 минут. Делаем из теста небольшую колбаску и делим ее на 4 части. Я зрительно разделяю, чтобы было удобней. Значит, каждую часть нужно будет еще раз вымесить руками. Делать это очень быстро, тесто уже такое эластичное. Так как оно полежало время, мука начала работать, оно такое эластичное, оно у вас никогда не порвется. Что делаем дальше? Дальше немного присыпаем стол мукой и само тесто. Значит, подкатываем немного теста, можно руками вот так немного размять. Включаю свою машинку, пропускаю между валиков. Значит, я поставила на цифру 1. Это значит, что оно раскатает в ту толщину, которая самая большая здесь есть. Тесто складываем напополам, вот так. И теперь пропускаем в машинку вот так. Теперь, чтобы тесто было тоньше, нам нужно раскатывать, передвигая вот здесь циферки. От 1 здесь до 9, по-моему, я могу выставить, какую толщину мне нужно. Значит, вот так вот по очереди, переставляя все циферки, мне нужно раскатать тесто до толщины приблизительно 1,5 мм. Естественно, в промежутках периодически я вот так вот мукой обязательно прохожусь по тесту. Во-первых, так лучше раскатывать, во-вторых, когда я буду уже нарезать, они не послипаются. Это как бы удобно. Посмотрите, как тонко раскаталось и сколько много тесто получилось, такую длинную-длинную полоску. Чтобы было удобней, я разрежу их напополам. Обязательно припыляем тесто вот так мукой с одной и с другой стороны. И нужно поменять насадку. Сейчас я покажу, как я здесь порежу и покажу, как это делать вручную. Здесь специальная насадка. Она режет тельятели, нашу пасту, в ширину 6 мм. Это очень удобно, они все получаются идентичные, одинаковые. Ну, в общем, круто, конечно, удобно 100%. Теперь включаю и запускаю край теста сюда. Смотрите, какая ровная паста у нас выходит. Я сейчас ее ловлю, за счет того, что она в муке, она не послипается. Значит, если вы готовите прямо сейчас, то я обычно выкладываю на стол, потому что я резала раньше на столе, у меня не было таких насадок. Я резала на столе и прямо так и оставляла, она не слипалась. Но можно развесить, чтобы она была ровненькая. Кто заготавливает такую лапшу впрок, ее нужно развесить, чтобы она немного подсохла. Смотрите, какая красота! Итак, как же делать самим? Нам понадобится тесто, скалка, линейка. Чем длиннее, тем лучше. Если вы делаете на таком силиконовом коврике, как я, то возьмите ножи, как для пиццы. Можно даже взять рифленые, тогда будут такие смешные рифленые макароны. Если вы делаете на деревянной досточке, тогда вместо ножей нужно взять обычный нож. Первым делом подсыпаем стол мукой. Если вы делаете на деревянной досточке, делала моя бабушка на деревянной досточке, так удобней, конечно. Раскатываем максимально тонко, как только это возможно. Чуть не забыла вам показать, что когда я чуть-чуть раскатала, разделила напополам. Так удобнее и легче. Одну половинку в сторону, другую начинаю вот так раскатывать. Периодически все равно подсыпаем мукой тесто, потому что тогда оно раскатывается быстрее и тоньше. Уже посмотрите, как тоненько получается. Так, хочу сказать еще, как легче раскатывать. Вы начинаете с одного края, вот так подсыпали мукой. И вот начинаете с одного края, сейчас теперь самый краешек, и отодвигаем. И раскатываем не вот так в разные стороны, а только в сторону, куда уже оно идет тоненькое. Когда вот здесь у края осталось немного, переворачиваем. Подсыпаем мукой с этой стороны и начинаем раскатывать в эту сторону. От самого края, вот так, идем в эту сторону. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, посмотрите, как тонко получилось. Очень-очень тонко, ну достаточно тонко. Я думаю, что машинка все равно чуть-чуть тоньше катает. И знаете, машинкой она равномерная. То есть от этого края до этого она будет одинаковая толщина. А у нас может быть перепады, но от этого не избежишь никуда. Теперь, либо разрезайте вот так напополам, будем нарезать. Либо, если вы хотите такую длинную пасту, то оставляйте так, но так длинно резать неудобно. Еще раз чуть-чуть мукой присыпаем. И последний раз немножко раскатываем вот этот отрезанный кусок. Немножко раскатываем вот так. И теперь будем резать. Если у вас есть линейка длиннее, возьмите, у меня нет, у меня только 30 см. Итак, я придерживаю линейку. На глаз приблизительно делаем, чтобы они были одинаковые. И вот так вот нарезаем. Видите, какая паста получается. Макаронина. Значит, бабушка делала ножом. И она делала на досточке, на таком силиконовой коврике ножом нельзя, я его порежу. И она просто вот так вот, оп-оп, краем ножа вот так вот проводила. Они, конечно же, были не совсем ровные, то есть они были где-то уже, где-то шире. Но, тем не менее, это была вот такая вот домашняя паста. Значит, посмотрите, я, конечно, до конца сама резать не буду, раз у меня теперь есть чудо-машинки. Теперь я расскажу, как подсушить такую пасту, как сушила бабушка, как я делала раньше. Значит, смотрите, я ее нигде не развешиваю, так как она вся в муке, она не послипается никогда в жизни. Берите разнос какой-то, если у вас есть, то это идеально. Но можно делать на досточке, бабушка всегда делала на досточке. Значит, она ее вот так раскладывала, и время от времени, так как ее было много, то есть где-то раз в полчаса она подходила, и вот так вот немного вспушивала ее, то есть как будто переворачивала со всех сторон. Она подсыхала с этой стороны, потом с этой, таким образом она реально подсыхала. Значит, хранить ее. Как ее хранить? Если вы ее прямо сегодня готовите, то вы хранить ее не будете, скручиваете, как я показала вам, такими большими роллами и варите ее так. Значит, всегда бабушка хранила, но я, знаете, никогда не храню такие макароны. Ну, как-то не приходилось мне, наверное, их хранить. Бабушка хранила в бумажных пакетах. У нее была бумага, можно использовать просто пергамент. Делаете из нее пакет и закладываете туда, таким образом дышит пакет. Но хранятся такие макароны не больше недели, поэтому не нужно наделывать там на месяц. Предположим, не нужно этого делать. Значит, на 4 яйца мы сегодня делали тесто. Так как из одного яйца норма на 2 хороших, на 2 порции, на 2 мужика, грубо говоря. Если у вас дети и муж, сделайте на 2 яйца, и вам будет макарон выше крыши. Поэтому из расчета этого определяйте, сколько же вам готовится. Ставим кастрюлю, чтобы она подогрелась с водой. И воду нужно хорошо посолить, потому что макароны, пасту, мы не солили тесто. Вода должна быть соленая. В воду обязательно добавить столовую ложку подсолнечного или оливкового масла. Как только вода закипела, берем сковородку, в которой мы готовили томаты, ставим на огонь и включаем на маленький огонек, чтобы оно начало подогреваться и обжариваться. В кипящую воду забрасываем пасту. Немножечко ложечкой, чтобы они разошлись, потому что в воде масло не слипнется. Сколько варить? 1,5-2 минуты. Больше не нужно, иначе вы их переварите. Они только приготовлены. Если вы их заготавливали и они у вас уже подсушенные, тогда варите 3-4 минуты. Сейчас, буквально через полминутки я буду доставать пасту, поэтому я беру столовую ложку водички, в которой они варились, и добавляю в томаты. Можно чуть-чуть больше. Вот так перемешиваем, чтобы немного была влага снизу. Теперь вынимаем пасту. Перемешиваем пасту вместе с томатами. Вот так. Сделайте маленький-маленький огонек. Сюда отправляем обязательно зелень. Буквально минутку. Несколько раз вот так вот перевернули и отключаем. Перекладываем пасту на тарелку. Значит, вот с такой одной порции мы разделили на 4 части теста, то есть получается как на одно яйцо. Получается 2 порции макарон, то есть 2 порции на 2 человека. Обязательно сверху немного притрусить сыром. Вот такая красота у нас получилась. Значит, здесь на эту тарелку я выложила, наверное, только третью часть, потому что больше я не съем. Итак, я пробую. Итак, начнем с самой пасты. Я очень люблю макароны, обожаю макароны. Очень нежные. Вы знаете, когда режешь сам ножом и раскатываешь так тонко, все равно не получается. Все-таки вот эти режущие все устройства придуманы и действительно вот так вот тонко. Но вы посмотрите, какая толщина у макаронины. Смотрите. Ой, сейчас покажу. Смотрите, как тонко. Ну, так тонко, но светится. Просто не знаю, там миллиметр какой-то. Очень нежный вкус. Значит, ну а вообще вкус, как я обычно делаю эту пасту. Я никогда не знала, что я делаю тольяттейли. Я думала, что я просто делаю лапшу, потому что лапшу домашнюю делала бабушка. Как-нибудь я сниму рецепт, как она делала, потому что чуть-чуть рецепт отличается. Но очень вкусно. Просто очень. Настолько нежные макароны. Вкуснее, чем покупные любые. Очень вкусно. Так, помидорчик. Ммм. Знаете, помидоры не должны быть полностью готовые вот в такую кашу. Они должны быть, знаете, такие хорошо притушенные. И внутри чуть-чуть должна быть свежесть. Ммм, как вкусно. Легкая нотка чесночка. Много чеснока не добавляйте. Ну и, конечно же, зелень. Очень вкусно. Но я Вам скажу, что даже если просто сварить пасту, посыпать ее сыром, больше ничего не надо. Спасибо, что сегодня Вы были со мной. Посмотрели это видео, как я делаю пасту дома. Тольяттейли. Обязательно дождитесь. У меня выйдет видео, как я делала лапшу моя бабушка. И как я в детстве ела лапшу. Потому что макароны я очень люблю. Спасибо, что сегодня были со мной. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Ставьте лайки, делитесь этим видео. Обязательно приготовьте пасту дома, Вы не пожалеете. Обязательно приготовьте ее, чтобы она чуть-чуть осталась у Вас на недельке и Вы могли доваривать детям. Ну все, пока!